Несмотря на то, что автор родом из Донбасса, здесь свои работы представляют впервые. Куклы уже побывали в России и Швейцарии. Некоторые же экспонаты хранятся в частных коллекциях. Работа над каждой куклой длится от двух недель до месяца. Прежде чем перейти к лепке, Татьяна Жукова готовит эскизы, чтобы максимально передать особенности эпохи, изучает старинные гравюры и картины. Это настолько собирательный образ. Потом очень-очень много литературы по костюмам. Я занимаюсь в основном европейским костюмом, начиная со Средневековья где-то и до сегодняшнего времени. Костюмы миниатюрных красавиц переносят нас в 18, 19 и 20 века. Характер эпох передает силуэты, фасоны и даже позы дам. Легкомысленный стиль рококопа, ампезный ампир передает историю развития европейского наряда. Автор говорит, изготовить копию уже существующей работы невозможно. Поведение материала во время лепки нельзя предсказать. Уникальность техники и самих работ и привлекли организаторов выставки. Я даже не думала, что в изящных коробках, которые она представила, будут просто потрясающие экспонаты. Это настоящее произведение искусства, потому что в наше время увидеть столь тонкую работу мастера очень сложно. В работе с таким хрупким материалом, как фарфор, есть свои особенности, отмечает Татьяна. Так, почти все экспонаты изготовлены в холодное время года. Высокие температуры во время обжига, до 130 градусов выше нуля, просто не позволяют работать летом. Посмотреть на необычную коллекцию собрались чиновники, а также консулы Грузии, Германии и Чехии. Помню еще из детства, как Белеси был на одном выставке, и только там были такие старинные произведения. А вот сейчас я смотрел, как-то вспоминаю и детство, вспоминаю те работы. Насколько это филигранная работа, что также трудно передавать свое восхищение. Удивительно возвращаясь к тому, что мы видели, да, где-то когда-то раньше. Сегодня такого мало увидишь, поэтому это очень интересно. Ну а исполнение вы сами видите, что, во-первых, это уже вся работа, во-вторых, это фарфор, да, насколько сложно это сделать. Поэтому, конечно, это мастерство. Оценить изящество и грацию фарфоровых дам можно будет до 5 марта. Но уже через месяц работы Татьяны Жуковой снова появятся в галерее. В апреле автор планирует дополнить экспозицию новыми работами и образцами более ранних лет. Стоимость кукол скульптор не называет. Говорит, все зависит от сложности костюма. Дончане же смогут познакомиться с коллекцией абсолютно бесплатно. Анастасия Волкова, Алексей Костюк, Панорама.